Всем привет! Меня зовут Гала Галанский. Добро пожаловать в мой мир, вязать свою жизнь. Сегодня мы делаем хитрый маневр. Мы соединим брюки и юбку. И рассмотрим преимущество, что нам дает такой способ, такой метод, когда мы вяжем брюки поперек. Мы собрались связать брюки. Что из себя представляет брюки? Это, условно говоря, вот так они выглядят. Как выглядит выкройка для брюк? Это обычно вот так и так. И это одна штанина. Вот вторая штанина. Ну, в общем, вот так выглядит выкройка для брюк. Если мы хотим связать брюки, то мы начинаем, как обычно, снизу. Возможно, мы вяжем резинку, потом вверх, расширяем, вывязываем все вот эти вот линии. Потом соединяем швы, соединяем вот эти швы, делаем резинку. И у нас получаются брюки, скажем, вязаные брюки. Вот так у нас выглядят. Вот такие у нас получились брюки. И это достаточно большая работа. Связать одну штанину, другую, потом соединить и все вот это сделать. Теперь рассмотрим, как вяжут юбку, но не снизу вверх, а в поперечном направлении. Обычная юбка – это вот так она выглядит. Юбка длинная или короткая, более узкая, более широкая. Как вяжут юбки в поперечном направлении? Это очень удобно, когда мы берем и вяжем полотно и делаем расширение. Частичным вязанием вот мы идем поперек. Это длина юбки, это длина, а это ширина. И вот мы делаем такие клинья по ходу вязания. Мы вывязываем клинья, и у нас тогда получается юбочка с клиньями. Причем эти клинья можно делать другого цвета, и эта техника, она известна. Если мы сделаем такой хитрый маневр и соединим брюки и юбку, эту технику вязания поперек, но будем вязать не юбку, а брюки. Ну или, скажем, для начала шорты. То есть мы поворачиваем вот так наши брюки, и вязать мы их будем не снизу вверх, а поперек. Как же это будет выглядеть? И мы смотрим, как мы юбку вязали, и как у нас выглядит одна штанина для брюк. Вот так. Вот так. То есть у нас есть разница между передом и спинкой. И, скажем, пусть будет здесь прямо. И вот мы вяжем поперек. То есть нам поперек нужно набрать какую-то длину, связать вот эти вот все конструктивные линии, закрыть одну штанину с другой, а потом связать вторую часть, вторую штанину. А вот эту линию, ее можно не закрывать. Она сразу может быть собрана при машинном вязании. И вот эта часть. И таким образом я и вяжу брюки. И смотрите, какое шикарное есть преимущество в этой технике. Мы можем вязать любой размер. Если в этих брюках мы вяжем, и мы ограничены размерами нашей игольницы, то в поперечном направлении мы не ограничены ничем, ведь рядов мы можем вязать сколько угодно. Вот у меня здесь шорты, связанные в поперечном направлении. Вот в этой технике, про которую я рассказывала. И я могу померить здесь сантиметром, сколько у меня в бедрах. Здесь у меня 65 сантиметров, значит это 130 сантиметров. Но так как это у нас ряды, и в общем-то самая широкая часть может быть и ниже даже, то вязать можно любой размер. Давайте посмотрим, как они связаны. Начала я с переднего шва. Вот он здесь. Я его сделала таким выпуклым. Он, получается, несет такую декоративную роль. И вот я вяжу вот этот вот. Вначале так, как мы рисовали на нашем чертеже. Набираем, вывязываем вот эту вот линию. Вяжем, вяжем прямо. У меня по пути здесь есть карман. Вот такой карман, прям самый настоящий, вместе с вот такой планочкой. Потом на боку у меня здесь есть расширение, чтобы брюки легли хорошо. Дальше спинка. И здесь более глубокая вот эта вот слонка. Потом шов закрыт. Набрано следующее. И вот так связан потом второй карман. Здесь соединение. После этого я сделала резинку сверху. Вот такая она продернутая. Но можно сделать такую резинку, чтобы прямо здесь была вставлена резинка и было более держалась. А так крепко на бедрах. Вот они, шорты, готовы. Но вы можете сказать, как же, это только шорты. Ведь у нас есть, мы ограничены размерами нашей игольницы. На ней всего лишь 200 игл на машине пятого класса. И 110 игл на машине третьего класса. А здесь мы можем сделать добавку. Мы можем сделать здесь добавку. Мы можем сделать конструктивно сужение к низу. Можем эту добавку сделать как сужение. Вот как в моем мастер-классе брюки Боха. И вот тогда у нас получаются брюки формой. Они получаются формой Боха. То есть, если я здесь делаю добавку, скажем, вот такой вот формой. То брюки в итоге получаются вот такие. И где-то здесь у нас есть вот эта линия. Мы ее расположим. И у нас вначале мы вяжем шорты. А потом вот эта добавка делает форму брюк в стиле Боха. Но они могут быть и в разном, в другом стиле. Могут быть совсем прямые. Могут расширяться. Это уже по стилю, какой стиль нам интересен. И вот эта выгода вязания поперек. Когда все брюки собираются от начала до конца полностью на машине. Остается потом только сверху резинку сделать. Или подогнуть можно. И сделать их в разном стиле. Это очень удобно. Любой размер. Хорошо они садятся по фигуре. И на женщин, и на мужчин, и на детишек. У меня есть и комбинезончики детские так связаны. Очень удобная вот такая вот. Икройка метод такой для вязания брюк. Вот так выглядят шорты, которые мы вяжем вначале. Вон они, карманчики. Все как положено. А потом мы вяжем добавку. И у нас получаются брюки. Брюки в стиле Боха. Я вязала такие брюки. И на машине третьего класса. И на машине пятого класса. И из хлопка. И из вискозы. И они получаются разного стиля, разной формы. Вот то, что нам хочется. Вот какое у нас есть желание. Используя этот метод, мы можем сделать такие брюки. Вот эти брюки я очень много носила и ношу. И вот этот шов, в который, может быть, вы сомневаетесь, что как он выглядит, насколько он красиво выглядит. Вот на этих брюках он выглядит очень органично. Он, я его делаю прямо в процессе вязания. Здесь я просто подогнула и втянула туда резинку. Можно по-разному оформлять. И они невероятно удобные. Такие брюки. Вот такие свободные. Видите, вот это вот закругление на брюках. Вот такое. Вот так выглядят брюки в стиле Боха. У меня есть мастер-класс. Брюки в стиле Боха. На самом деле там шорты вначале вяжутся. И многие прям так шорты и носят. До коленки или ниже коленки. Кто-то довязывает эти брюки. Кто-то довязывает их в стиле Боха. Кто-то в расширенные делает. Кто-то прямые делает. По-разному. В этом мастер-классе каждый шаг вязания снабжен фотографией и подробным описанием. Чертеж. Все, как пересчитывать на свой размер. Все в этом мастер-классе подробно. Прям целая книга такая. Прям учебник, по которому можно вязать много разных моделей. Здесь под видео я оставляю ссылку на мастер-класс шорты и брюки Боха. А также вы можете посмотреть и другие, какие мастер-классы есть. На детские комбинезоны, на всякие жакеты, топы. Когда оплачиваете в магазине Etsy, сразу получаете ссылку на скачивание мастер-класса. И на русском языке, и на английском языке. Оба варианта. Скачивайте, получайте удовольствие от вязания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И мы продолжим это интересное путешествие в мир вязать в свою жизнь.